Привет всем! Решила пройти эстафету, увидела как девочки проходят эстафету, решила, что я тоже должна пройти такой вопрос-ответ дать, для того, чтобы многим было интересно со мной общаться, кто-то что-то узнает больше обо мне. Ну и 15 вопросов я взяла на канале «Будни мамы погодок». Интересно, значит, странно какая-то такая анкета, она начинается с первого вопроса «Как ты относишься к курящим женщинам?» Не как меня зовут, не как мне так интересно, да? Ну, я так и буду отвечать. Как относишься к курящим женщинам? К курящим женщинам отношусь отрицательно. Сама не курю, не курила. Честно, не приемлю этого курения, и, собственно, я не приемлю курения у мужчины. Поэтому, ну, курит, мой муж курит, я этому не очень рада, честно вам говорю, просто смирилась, терплю, и приходится с этим жить. Вот. Почему сама не курю? Потому что, и не попробовала даже ни разу, потому что мой подростковый период как раз сложился очень благоприятно. Я находилась в Италии, и видела очень благоприятную такую обстановку, видела, ставила большие другие цели, вот. То есть мне было, честно говоря, не до курения. Вот. Вот. Твоя мечта. Моя мечта, конечно же, это дом. Все мои родные и близкие это все знают. Я очень давно мечтаю иметь свой дом. Вот. Это моя мечта. Ну, и, конечно же, если отпустить эту мечту, то я бы хотела пожелать всем счастья. Счастья, здоровья. Вот. Чтобы это было у всех. Как познакомилась с мужем? С мужем мы познакомились странно. Мы с ним были визуально знакомы, так как мы жили в одном доме через подъезд. Вот. Мы с сестрой, такие деловые, подготовились к сессии. Была жара, помню, да. И мы решили пойти на озеро, на карьеру у нас туда. Ну, ляжем там где-нибудь в сторонке, возьмем конспекты и будем учить. Ага. Мы, ну, собирались мы это, потому что нам учить надо было. Вот. Мы готовились к сессии. Она... Я первый курс заканчивала, а сестра... Третий. Третий курс. Вот. Ну и что вы думаете? Пошли мы на карьер, и тут шел Ваня. Ваня подбежал, он как раз шел в тур слёта какого-то там. Тоже говорит, ой, я к вам приду. Ну, короче, он нас нашел. Ваня ля-ля-ля-ля-ля. И нам не давал учить, честно вам скажу. Мы его кормили конфетами. И первое мое впечатление было, боже, какой болтливый. Я общительная, но я, блин, молчала. Я при этом сидела к нему с задом. Он знал мою сестру по электричкам, потому что они ездили на учёбу с ней там в компаниях. Со мной как бы не пересекался так. Вот. И получилось так, что с этого момента у нас завязалось такое знакомство, общение. Вот. Ну, там дальше тоже есть история, но, наверное, это стоит в отдельный ролик. Самый любимый блогер на ютубе. Самый любимый блогер. Наверное, нужно судить по времени просмотра. Больше всего я смотрю канал Екатерины Сайбель. Мне эта семья импонирует. Да, у них там поменяли взгляды. Ну, я их смотрю. Мне это приятно. Мне интересно смотреть, как они развиваются, как развивается их семья. То есть я видела и мужа другого, и Катю другую. То есть мне это интересно. Маленького, Клима. Вот как-то так. Кто ты по образованию? Я по образованию экономист. Я закончила Белорусский государственный экономический университет. Диплом с отличием. Диплом бакалавра и финансово-банковский факультет. Далее. По специальности финансы и кредит. Ревнует ли тебя муж к Ютубу? Вы знаете, нет. Не ревнует. Но иногда такие моменты, когда я беру камеру записывать, иногда ему как-то, мне кажется, не нравится. Какие-то такие. Но когда я загружаю видео, он сразу же начинает это видео смотреть и радоваться. Прямо, о, там, себя увидел. Как-то странно. При этом сами сниматься не хотят. Вроде бы как. То есть ревности нет. К моему каналу нет. Конечно, несерьёзность у него сейчас такое. Да, что это несерьёзность к моему делу такое. У него есть, честно вам говорю. Так, любимое блюдо. Люблю перемени. Ой, нет, обожаю. На первом месте это отбивные. Любимое блюдо это отбивные. Так. Твой самый запоминающийся подарок. Самый запоминающийся подарок в моей жизни это... Хм. Ой, рассмеялась. Девочки, мне бабушка. Всё время на день рождения дарила школьную форму. Школьную форму в нашей стране мы не носим где-то с класса 5 или с 6. Где-то, как я училась, с 5 или с 6 класса. Но даже по 10 класс, в 11 классе в мае у меня было день рождения, соответственно, мне уже не дарилось, потому что уже школа заканчивалась. Но ещё в 10 классе в мае я получила в подарок форму, школьную форму, платьица с передником, да, вот этих советских времён от своей бабушки. Причём был комиссионный магазин, где она покупала это. Представляете? Вот этот самый запоминающийся подарок от моей бабушки. Если подарок от родителей, да, моих, то это было недавно, когда нас запоминающийся подарок был, когда на свои 60 лет мой папа решил купить подарок не себе, а мне и моей сестре по норковой шубе. То есть, да, мы их выбирали, то есть это было не спонтанно сюрприз, да, но нас родители взяли, мы поехали купили мне и сестре на норковую шубу. Вот это спасибо папе с мамой. Так. Интересно, кому ещё школьную форму дарила бабушка? Из всех внуков только мне, пап, так везло. Мой самый запоминающий подарок от мужа. Это золотой браслет на окончании университета. Твой секрет красоты? Секрета красоты нет. Я какая есть, такая и есть. Естественно, практически всегда у меня нет макияжа. Если он есть, то это минимум. То есть, я никогда не мажу тональным кремом, мне не идут многие помады, мне идут стрелки, мне идут ресницы и румяна, и блеск на губы. Всё. Сколько меня не красили, то есть, мне это не идёт, меня даже не воспринимает муж с макияжем. Хотя, многие считают, что если я такая жгучая брюнетка, то мне нужны яркие какие-то акценты. К сожалению, это не так. Не всем такое идёт. Так. Пиши себя в трёх словах. В трёх словах. Я добрая, я трудолюбивая и я умная. Это не только мои высказывания, это высказывания моего окружения по этому мнению. Особенно, если это кого-то зацепит, что она себе там высказывает, что она такая умная. Ну, знаете как, я не раз это слушаю. И это не льстят мне люди. Это реально, как вам сказать, ну, есть, скажем так, у меня есть умственная способность. Большая умственная способность. Нескромная. Ой, так, обижусь. Так, любимые цветы. Любимые цветы. Я, знаете, я все люблю цветы. Мне нравятся розы, мне нравятся гладиолусы, мне нравятся тюльпаны. Наверное, весной я очень люблю тюльпаны. В период, когда цветет этот... Сирень, я люблю сирень. Когда... Блин, забываю, как эти цветы забыла называться. Когда цветет пион, я обожаю пион. То есть у меня нет такого, что я вот только эти цветы люблю и все. Нет. Я люблю много любимых цветов. Хочешь ли ты еще ребенка? Вы знаете, ну, мне кажется, я там предостаточно уже. У меня троих детей. Всегда еще до замужества. Я думала, что у меня будет двое детей. Вот. Так как мы с сестрой вдвоем в семье. И я почему-то думала, что это вполне нормально. Двое детей. Ни один, ни много. То есть среднее. Это двое. Вот. Когда родилась у меня Настя, я полностью сказала, что говорила и считала, что у меня больше детей не будет. Ну, если вы меня смотрите, то вы знаете, что у Прохора с Настей 10 лет разница. Вот. То есть... Ну, я пришла к тому, что я сама захотела этого ребенка. И ребенок у нас родился. Вот. Все хорошо. Более того, у меня просто был очень сложный послеродовый период. Поэтому нанес такой определенный стресс на меня. Оставил отпечаток после рождения Насти. И муж не настаивал, потому что он это все понимал, видел. Спасибо ему. Спасибо ему. Вот. И... создают канал там, да, из-за того, что им скучно там, или что-то еще. Нет, мне не скучно. В первую очередь, конечно, я бы хотела развить свой канал, да. Вот. Чтобы он мне приносил тоже определенный доход. Никому не секрет, да, я это тоже хочу. Но я себе делала установку еще такую, что я это видео всегда создаю и оставляю для своих детей, для своей памяти. Я в любой момент могу посмотреть потом свое видео, мои дети смогут посмотреть себя. Именно... То есть я их фотографирую, я их снимаю, но это все остается в таком видео, когда мы не смотрим, понимаете. Вот. У меня есть записи маленькой Насти, порядка с... с маленькой, но это все вот где-то лежит, да, и никогда не пересматривается. То есть здесь нам предоставилась такая возможность уникальная, когда мы можем найти все-таки минуту, скомпоновать это в фильм, загрузить на канал и сделать для себя вот именно этот день, именно этот момент запечатлеть на память, да. И не просто куда-то закинуть, в шкафу лежит, да, а периодически пересмотреть. Вот это для меня очень важно, потому что меня родители лично записывали на видео лет с 16, на магнитофон, то есть я стихи есть, когда я стих читаю, наверное, в возрасте до 6 лет, что-то такое, или в 6 лет, что-то перед школой или уже пошла в первый класс. То есть есть такое. Но вы же понимаете, что сейчас время идет вперед, и мы можем это загрузить и через какое-то время посмотреть. Вот это меня очень, и меня это зацепило, честно вам скажу. Поэтому я не каждый, я, например, записывала выпускной ребенка, да, я еще не смонтировала, и дай бог, мне все-таки руки доберут, и я смонтирую. Но вы же понимаете, что такое записать и положить, ни разу не просмотреть, или же один раз посмотреть, или же, например, сесть, уделить внимание, скомпоновать какой-то фильм, который прежде всего понравится мне, да, и этот фильм загрузить. Честно, ну, это, мне кажется, это будет как-то полезно. Так, так, так. Какой твой самый любимый праздник? Мой праздник самый любимый. Новый год. Я люблю Новый год. Люблю, да, именно я люблю Новый год. Обожаю Новый год. Люблю, когда собираются все. Мы собираемся у родителей, как правило, я думаю, что мы это будем вспоминать очень долго. У меня родители очень активные, они там выступают в роли либо в Дедушке Морозе и Снегурочке, причем, как правило, было так, что они менялись ролями в этом году. Папа именно был Дедом Морозом, мама Снегурочка. И нас там это весело. Твои пожелания моему каналу? Значит, канал «Будни мамы погодок». У этой девочки двое детей. Мальчики, девочка, маленькие. Димке исполнилось недавно три года. Что я хочу пожелать? Ну, пожелаю прежде всего крепкого здоровья всем членам семьи. Вот я смотрю на фотографию девочки с ее вопросами. Я сделала скрип, вот, если видно. Красивая, симпатичная девочка. Я пожелаю крепкого здоровья всем ей и ее детишкам, мужу. Каналу «Будни погодок» я пожелаю процветания. Пусть все, что ты делаешь, у тебя получается, приносит тебе удовольствие, и ты радуешь публику этим. Ну, и, соответственно, твоя публика взамен тебе тоже приносит определенное удовольствие. кому бы я хотела передать свой, 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 свой тест следующему каналу. Хотелось бы мне передать этот тест другому каналу. Интересно, например, канал «Недеревенская деревня». Может, еще кого-то хочу? Сейчас подумаю. Хотела бы передать я этот тест знаете, кому? Вы думаете, я здесь одна дома? Сижу такая, балдею, с вами общаюсь? Не-е-е! Ну, я вот с кем? С пупсиком? Он спал. Привет скажи, приветули! Этот тест я бы хотела передать каналу «Недеревенская деревня» и Алине Руденко. Девочки, буду очень рада, если вы ответите на эти вопросы, сделайте ссылку на меня. Спасибо, мне будет очень интересно на вас послушать и посмотреть. Что? Всем пока! Всем пока! Пока! Пока-пока! Витя Семенова, пока! Пока-пока-пока-пока-пока-пока! Потому что я не успела проснуться, как меня уже все забирают, да? ! Я gitu по-пока-пока-пока! Я начинаю до конца-пока-пока-пока! Пока!